И пока вагнеровцы боятся, теперь уже не только Путина, а и своих жен Бункерного начали усиленно оправдывать на телевидении. Надо же доставать репутацию из задницы Пригожина. И тут взялись за работу все пропагандисты. НТВ и Ирада Зайналова тоже начала отрабатывать деньги. И как понеслось. Нужно четко понять, мятеж во время войны в любом случае всегда сработавшая ставка иностранных спецслужб. И срабатывает она в тот момент, когда на фронте не просто бесперемен, а когда нет других способов переломить ситуацию. Конечно, мы помним, российская армия самая сильная и все идет по плану. А украинские защитники сидят себе на левом берегу Днепра и смотрят, как все бесперемен. Ну-ну, извини, продолжай. О том, что страну будут пытаться раскачивать, Путин говорил все последние недели. О том, что от этого раскачивания у страны есть иммунитет тоже. Только за 20 век мы это пережили дважды. Ой, не могу. Дважды они пережили. Переживальщики. Согласитесь, все-таки сложная эта работа – отрабатывать деньги фюрера. Такой бред нужно нести. Ужас. Продолжение следует. Продолжение следует.